любименький привет вчера записывал для вас видео на тему почему не исполняются желания два месяца хожу размышляю на эту тему и бывают такие темы когда начинаешь о чем-то говорить о чем-то серьезном о чем-то важном большом нужном значимым техника просто вырубается не работает компьютер вырубается камера начинает барахлить энергии поднимаются и техника не выдерживает сколько раз такое было на прямых эфирах когда человек затрагивает какую-то очень важную нужную значимую тему для самого себя его просто выкидывает интернет как только перестает говорить о чем-то важном просто обсуждаем общаемся связь есть как только затрагиваем какую-то большую тему сразу врубается интернет и вот я вчера записывал для вас видео тема значимая тема нужная для каждого из нас и техника перестала работать камера дважды перегревалась выключалась а потом в итоговом файле когда скинул то что получилось увидел что автофокус сместился и все мутное видеофайл забракован сегодня у нас вторая попытка записать это видео пообсуждать тему почему не исполняются желания на моем канале очень много техник как исполняются желания как создается реальность вокруг нас рассказываю показываю читаю ваши комментарии отзывы и вижу как люди говорят что владимир жизнь полностью изменилась силой воображения стал создавать свою новую реальность и все вокруг стало меняться а другие в это же время пишут что все это фигня ничего не работает сколько не пробовал включать силу воображения ничего не происходит как все устроено в этом мире давайте сегодня поразбираемся и попытаемся понять почему в некоторых случаях у некоторых людей реальность меняется у других нет у других ничего не меняется как исполняются желания я неоднократно об этом рассказывал сейчас напомню как это все работает когда я думаю я создаю когда я о чем-то думаю я создаю давай посмотрим для примера вот мобильный телефон вот мобильный телефон это кто-то подумал и со временем в материальном мире появилась вот такая штучка мобильный телефон наушники джибель колонка зарядка кто-то подумал придумал что-то и в невидимом мире создалась энергия и со временем эта энергия появилась в руках все что мы видим вокруг себя когда-то было создано в голове человека который об этом подумал кто-то придумал в голове когда я думаю я создаю что создается в момент когда ты думаешь ты о чем-то начинаешь думать и в невидимом мире энергия создается ты создаешь энергию когда думаешь направляешь свое внимание думаешь и в невидимом мире энергия создается так часто бывает приходишь какая-то идея в голову пришла классная ты идешь и и думаешь 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 приходишь своему другу говоришь братан смотри такая тема начинаешь ему рассказывать а он обесценивая то что ты говоришь это ерунда не интересно не сработает не получится и ты если принимаешь его слова его мысли как свои энергия рассыпается ты как архитектор когда о чем-то начинаешь думать в невидимом мире сразу же начинает создаваться из энергии строение представь что ты думаешь о строительстве дома ты начинаешь думать как будет выглядеть твои комнаты как будет выглядеть вход как будет выглядеть ограда как все будет выглядеть и даже не нарисовал еще но бумаги ты об этом думаешь и моментально создается представь себе как фантастический фильм и И графика показана, как создается все, когда ты начинаешь думать. Приходишь к человеку, говоришь ему об этом, о своей идее. И если он сказал тебе что-то, что тебе не понравилось, и ты принял его слова как за основу, все рассыпалось в моменте. Когда я думаю, я создаю. Но посмотри вокруг себя. Все, что ты видишь вокруг, абсолютно все, что связано с тем, что произведено руками человека, когда-то родилось в голове. Кто-то это придумал, и потом это появилось, потом это стало реальностью. Если человек пошел в это дальше, если он не обратил внимания на сомнения других людей, которые ему сказали, что это не сработает. Кто-то нашептал на ухо. Давайте приведу сразу пример с Иисусом Христом. Жил молодой мужчина, и в 30 лет он понял, что пришло время идти в свое призвание, в свое служение, рассказывать людям те мысли, которые в его голове. Он решил пойти в служение. И в этот момент, как написано в Библии, дьявол взял его и перенес в пустыню на 40 дней. Иисус не знал, насколько дьявол его переносит в пустыню, и дьявол стал ему нашептывать. Давайте представим себе, человека перенесли в пустыню, без воды и еды. Он очень хотел есть, он очень хотел пить, потому что Иисус Христос это был человек в физическом теле, мужчина. Он очень хотел есть, он очень хотел пить. День, второй, третий, дьявол начинает его искушать. Давайте возьмем абстрактным мышлением, представим, что эта история про нас. Ты пошел в веру, когда ты думаешь, ты пошел в веру, что это станет реальностью в твоей жизни. Ты подумал об этом. Ты разрешил себе, что это будет реальностью в твоей жизни. Подумал, разрешил. И реальность начинает создаваться. Но в этот момент приходит дьявол, как к Иисусу пришел и начал ему наговаривать, что такое дьявол, если поговорить о нашей жизни. Дьявол — это мысль, которая в голову пришла и кидает тебе сомнения. Говорит, да, ну не, не, не сработает. Кто ты? Где ты? Где ты? А где то, о чем ты веришь, о том, о чем ты думаешь? Помните самое первое видео на моем канале, которое создало определенную изменение реальности в моей жизни и в жизнях многих людей? Это видео про то, что возможностей нет, но хотеть же никто не запрещает. Никто не узнает, что у меня в голове, о чем я думаю. Что у меня в голове, когда я засыпаю? За пять минут перед засыпанием, что я себе разрешаю в голове? Да, возможностей нет, денег нет, каких-то ресурсов нет, связи, контактов нет, но я в голове себе о чем-то думаю, что-то разрешаю, и незаметным образом это становится реальностью в моей жизни, если я остаюсь верен тому, что я создаю в своей голове. То, о чем я думаю, когда я думаю, я создаю. Я думаю и я создаю. Но приходит мысль, которая говорит, не получится, нереально, не случится, так не будет. Как приходила мысль голосом дьявола в голове Иисуса Христа, говоря, откажись от своей затеи, я сделаю тебя очень богатым, значимым, великим, но откажись от своей затеи, не иди в служение, не проповедуй Евангелие. 40 дней искушали Иисуса. Он остался верен. А когда ты о чем-то думаешь, разрешаешь себе, сколько времени ты верен? Представляешь? Ты о чем-то думаешь, в этот момент создаешь в невидимом мире. Но потом приходит дьявол, мысль в голову, что это не получится, не сработает. И соглашаясь с этой мыслью, ты разрушаешь то, что создал в своей голове в моменте, когда разрешил себе, что это станет твоей реальностью. Человек не ходит, у него болит спина, поломанная спина. Сейчас стал вам об этом говорить и вспомнил. Совсем недавно я разговаривал лично с человеком, который сломал себе спину. Но теперь у него здоровая спина. И я вспомнил сейчас еще один момент с Джо Диспенза. Помните, когда Джо Диспенза сломался в истории про его жизнь, когда он попал в аварию, спина сломалась, позвоночник сломался, и врач сказал, что надо срочно делать операцию, чтобы не остаться инвалидом навсегда. Джо Диспенза спросил о гарантиях, гарантий никаких нету. Тогда он спросил, сколько есть времени для того, чтобы не делать операцию и попробовать использовать свой метод, свою технику исцеления самого себя. Врач сказал, есть две недели. Джо Диспенза говорит, дайте мне две недели, я буду создавать в своих мыслях свое здоровое тело. За две недели Джо Диспенза вылечил сам себя силой своей мысли. Он создавал свое тело силой своей мысли и после этого стал рассказывать во всем мире о супер-классном методе, о супер-классной технике, как восстанавливать свое тело. Силой своей мысли он исцелял свое тело. И потом всю свою жизнь Джо Диспенза пишет большое количество книг, проводит исследования, нанимает ученых для того, чтобы они доказали, почему это работает. Он сделал это в своей жизни, в жизнях огромного количества людей и всю жизнь доказывает через книги, через эксперименты, через научные работы, что сила мысли меняет физическое тело. Наш мир не такой уж и реальный, не такой настоящий и полностью подчиняется тому, что происходит в силе воображения, в твоих мыслях, в твоей фантазии, в твоей голове, но при условии, если ты разрешаешь этому быть, при условии, что ты остаешься верен тому, во что веришь. Это не про силу воли, это не про то, чтобы напрячься, это про состояние. Ты видишь то, что не видят другие люди, что такое зрение веры. Ты что-то в своей жизни создаешь, когда думаешь, когда говоришь, ты что-то создаешь, и другие люди этого не видят. И ты выглядишь перед ними, как сумасшедший. Но если то, о чем ты думаешь и говоришь, живет в своем сердце, и, конечно же, к тебе приходят на слух слова дьявола, который говорит, да не, не получится, ерунда какая-то. Если ты остаешься вверен этому, то реальность меняется. Смотри, в истории про Иисуса Христа испытание длилось 40 дней. Каждый ли раз были испытания? Нет, не каждый раз. Но в начале пути Иисус был испытан дьяволом своей пустыней. Кто испытывает тебя? Зачем испытываешь себя? Ты сам себя испытываешь. Сомнения. Сомнения приходят, и первые разы твоя вера еще не настолько крепка. Когда ты придумываешь что-то, первые разы тебе сложно. Но с каждым разом все легче, легче и легче. Состановится то, во что ты веришь, то, о чем ты думаешь, то, что ты говоришь, то, что живет в твоем сердце. Как это разрешить себе? Ты в голове что-то придумал, какую-то идею, и сказал, что так и есть в твоей жизни. Теперь твои глаза рассматривают то, что уже есть в духовном мире. Но в физическом мире люди пока этого не видят. Но ты это видишь, разглядываешь, засыпая, думаешь об этом, как о совершившемся факте. Но люди в физическом мире пока этого не видят. Оставайся верен в то, во что веришь. Какой фундамент у твоей веры? Почему ты в это веришь? Почему ты уверен, что то, что ты придумал, то, что ты говоришь, стало реальностью для тебя? Конечно же, не после просмотра этого видео. Это видео как дополнение ко всей картине, ко всем книгам, ко всем историям, ко всему твоему опыту, который ты в жизни пережил. У тебя большой, богатый опыт. Ты много раз видел, как работает вера. Я тебе больше скажу. Давай еще два момента по поводу веры. Иисус говорит, если у вас будет хоть горчичное зерно, вот немножечко веры, самую малость, если у вас будет веры, вы горы будете передвигать в море. Если будет хоть немножко веры. Что такое вера? Это отсутствие сомнений. Вера — это всегда сто процентов. Если есть хоть ноль целых, ноль одна миллионная процента сомнений, то вера уже не сработает. Вера — это уверенность на сто процентов. И люди говорят, ну, невозможно же верить на сто процентов. Обязательно придет сомнение и все разрушит. Представляешь, ты как никто умеешь верить. Ты веришь всю свою жизнь. И вся твоя жизнь создана верой. То, во что ты веришь, то в жизни и происходит. Вера — это то состояние, в которое ты не сомневаешься. Ты на сто процентов в этом уверен, что после зимы наступает весна, что каждый год наступает 31 декабря и потом 1 января Новый год, что каждое утро солнце встает, что каждый вечер солнце садится. Ты веришь в огромное количество вещей. Эти вещи происходят в твоей жизни. Скажете, ну, есть много вещей, которые происходят не связанных с моей верой. Все, что есть в твоей реальности, создано тобой и твоей верой, твоим состоянием веры. Большое количество убеждений, живущих в нашей голове, они живут в свободном состоянии, состоянии веры. Огромное количество вещей, то, во что мы верим с самого детства. И это относится и к деньгам, и к здоровью, и к семейной жизни, и вообще к проявленности. Огромное количество вещей существует, потому что ты в это веришь. Но теперь у тебя есть возможность верить в то, что ты можешь осознанно влиять на эту реальность. Вся эта реальность существует из твоих подсознательных убеждений. А теперь ты можешь осознанно менять эту реальность вокруг себя. Когда я думаю, я создаю. Когда я думаю и остаюсь верен тому, что выбираю и что разрешаю сам себе, это происходит в этой реальности. То, во что веришь, то и видишь вокруг себя. Хочешь узнать, во что ты веришь сегодня, посмотри на свою реальную жизнь и ты увидишь все аспекты своей веры. Посмотри на свое здоровье, посмотри на свои деньги, на свой кошелек, на свои счета, у кого-то долги. Это то, во что ты веришь касательно денег. Хочешь посмотреть, во что ты веришь касательно отношений? Посмотри на свою реальную жизнь. Попробуй понять, какой мыслью создана эта реальность, в которой ты сейчас живешь. на каждый аспект своей жизни. Какая мысль у тебя в голове создала реальность того, что сейчас есть? Во что ты разрешил себе верить? Реальность создается твоей верой, твоим состоянием, твоего сердца. Когда тебе приходит сомнение, это равносильно тому, иносказательно, как Христу приходил дьявол и говорил, нашептывал разные мысли сомнения через физику тела. Иисус хотел пить, он хотел есть, он был в пустыне, был абсолютно один, одинокий, и дьявол искушал его, говорил, сдайся, я тебя сразу же накормлю. так и ты находишься в состоянии веры и все вокруг могут говорить ерунда, не делай глупости, ничего не получится. Ты говоришь, ну да, не получится, но хотеть никто не запрещает, верить никто не запрещает, я просто буду оставаться в этом состоянии, чтобы верить. Сомнения ко всем приходят, мысли, что не получится, ко всем приходят. Ну а как быть, как верить, если мысли приходят, сомнения приходят, и вера не действует? Я не пытаюсь ничего доказывать сам себе, я опять же смотрю в Библию, моей психике удобней все воспринимать через христианскую веру, через Христа, через Библию, но это не означает, что другим людям, которые не знают Библию, не знают Христа, для них закрытые возможности жить на этой земле и творить чудеса. Конечно же, нет. У каждого свой опыт, как он приходит к осознанию своей сути, самого себя. Кто-то через Библию, кто-то через Коран, кто-то вообще без религии, кто-то через атеизм, но каждый из нас находит свой молитвенный экстаз, состояние абсолютной веры, состояние уверенности внутри себя. Доктрины не так важны, догмы не так важны, важно только то, во что ты на самом деле веришь внутри себя. Мне удобней говорить из христианской веры. вылетела мысль хотел какую-то мысль поделиться, но прямо сейчас эта мысль вылетела. Вообще на самом деле, вот я вам рассказываю, хочется, чтобы было больше ясности, меньше сумбура, но так хочется, чтобы ты слушал меня сейчас, может быть, не ушами, а сердцем. Мы давно не виделись, давно не общались, что-то я забегался практически целый месяц, не включал камеру. Была большая необходимость, потому что включать камеру, общаться с вами на YouTube, это то, что доставляет мне моментальное подключение к потоку и классному состоянию, состоянию счастья, но засуетился, забегался, поездил по разным местам, повстречался с разными людьми и не записывал видео. Очень хотелось и сейчас, когда я пытаюсь вернуться во вчерашнее видео, которое я вчера вам уже все это рассказал и сейчас энергия по-другому идет, но хочу эти мысли передать, что не сомневайся, не сомневайся, возьми за пример, как Христос был искушен в своей вере, не сомневался, не сдался, так и ты не сдавайся, сбудется все, во что ты веришь. Я вспомнил, что хотел сказать, пошел в это и вспомнил. Иисус говорит, будьте как дети, будьте как дети, дети играют, у них нет важности, у них нет значимости, они просто приняли для себя решение, что пускай это будет игра. Я приглашаю тебя в игру, что когда ты думаешь, ты создаешь. Все, во что ты веришь, происходит. Когда ты веришь, ты рассматриваешь глазами веры то, что другие не видят. Для тебя это уже свершилось, это уже факт, но другие этого не видят, они смотрят на тебя как на странного, как на сумасшедшего, но играй в эту игру, что когда ты думаешь, ты создаешь, а если ты создаешь, оно уже создано, оно уже существует, другие просто пока этого не видят, а ты пребывай в состоянии, что для тебя это уже стало реальностью. Сила воображения, фантазия, детская игра, будьте как дети, если есть у вас хоть немножко веры, горы будете переставлять в море, чудеса будут происходить, вы увидите, что этот мир полностью подвластен вашему решению, вашей вере, вашему состоянию, во что ты веришь, то и происходит, постоянно происходит. очень хочется почаще с вами встречаться, я надеюсь, что сегодняшнего дня буду больше времени выделять для того, чтобы нам просто поговорить, побыть вместе, побыть в этом состоянии. Каждое воскресенье я провожу прямые эфиры на своем телеграм-канале, обязательно приходи в 11 часов по Москве, по московскому времени, и давай пообщаемся в прямом эфире. Если не подписан на канал, подписывайся. Буду очень благодарен за комментарии, за твои мысли, за развернутые мысли под этим видео. На этом все. Пока. Увидимся.